Добрый вечер, в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях, расскажут мои коллеги в студии Наталья Белыш. Ударные хроники Согласительного Совета. Что стало причиной потасовки в Верховной Раде? Равнение на увольнение. Что заставило главу нацполиции, хотят Аканеридзе уйти в отставку. Интервью с президентом. Что Дональд Трамп намерен реализовать в ближайшее время? Удары Согласительного Совета. Начало парламентской недели не сулит спокойствие в Верховной Раде. Неоднозначные обвинения и кулаки в ответ. Кто провоцировал и что волнует народных избранников больше, чем повестка дня? Расскажет Екатерина Лысенко. Традиционно спокойный Согласительный Совет сегодня спокойствием не отличался. Не успел один глава фракции начать выступление, как другой, тоже глава фракции, его прервал. У меня, кстати, вопрос к СБУ. Чего они ездят по Москве и до сих пор не в тюрьме? Причиной такого боевого выяснения отношений стали обвинения лидера радикалов в адресах облока. Но одним ударом все не закончилось. Не успел Лешко продолжить, как получил снова. Коллеги-депутаты утихомирили шумниху, а спикер тут же пригрозил ответственностью. Еще раз вы себе позволите подобную поведенку по ведению народных депутатов. Я поставлю это вопрос на регламентный комитет и буду пропоновать вылечить заседание Верховной Рады в тот час, который предоставлен. Правда, оппозиционер и сам, по крайней мере, сегодня на согласительном совете решил не оставаться. Покинул зал. А в кулуарах случившееся назвал адекватной реакцией на ложные обвинения. Каждый раз, когда будет какая-то образа в моем адресе, я уже не буду терпеть и буду вживать соответствующий закон. И мне больно, что там сказал спикер, потому что спикер сегодня выполняет роль спикера только части парламента. Он не видит оппозицию, идет тиск на оппозицию, он не видит, как не проходят через парламент законы, которые подает наша фракция, поэтому у нас соответствующие отношения есть. Краина терпела эту владу до определенного момента, поэтому терпеть уже врывается. Перед дракой там же на согласительном совете обсуждали бюджет. Во втором чтении его планируют рассмотреть в начале декабря. До этого у депутатов есть возможность предлагать правки. Теперь про бюджет. Вновь же таки в бюджете не скорочивается Генеральная прокуратура, не скорочивается МВС. Их не треба скорочувати, их треба подсилювати. Поруч стимули не скорочуются и выделяются страшные деньги. Вновь же таки на полицейскую державу. А в коалиции этим временем заняты куда более приоритетными законами. Думают, как гасить пыл митингующих, завтра собирающихся на акции. Президентом Украины внесено сегодня было, как невидкладный законопроект, который вносит изменения к закону о гарантировании вкладов физических людей. Который позволит решить вопросы вкладников не только Банку Михайловского, а и других искусственных вкладников, других 87 банков, которым сегодня фонд гарантирования вкладов не достиг виплатить эти деньги. А вы получили уже больше 70 миллиардов гривен. На завтра уже люди, средний класс, малий и средний бизнес, пенсионеры, все другие, кто потерял деньги в банковской системе Украины. А это почти 400 миллиардов гривен. И это миллионы людей по всей стране. Завтра люди хочут выйти и сказать свое «Ни». Такие государственные политики, падение курса гривен в третий, подвищение тарифов, люди будут требовать вернуть их за ощаджение их депозитов в банках. К слову, из-за протестных акций сейчас в парламенте переживают гораздо больше, чем из-за повестки дня. Спикер вам даже предложил фракциям подписать некий акт безопасности, который должен объединить провластные и оппозиционные политсилы в стратегических вопросах. Текст документа Порубий отдал главам фракции и попросил подумать, в каком виде за него можно проголосовать. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко. Подробности в телеканал Интер. Очередная провокация. Так оценили скандал в согласительном совете в оппозиционном блоке. В официальном заявлении партии говорится о том, что и впредь будут давать жесткий отпор коалиции войны и ее наемным радикалам, чтобы защитить себя и людей. Кроме этого, оппоблок будет настаивать на переизбрании Верховной Рады, в которой нынешнее большинство, по их мнению, привело к развалу экономики. Что же касается массовых протестов, которые стали одной из причин сегодняшних споров нардепов, как сообщили в полиции, до конца недели ожидается 10 акций только в правительственном квартале. О своем участии заявили 50 тысяч вкладчиков, лопнувших банков и столько же представителей профсоюзов. Разрешение на митинги получили Батькивщина, автомайдановцы и пожарные чернобыльцы. Глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил о том, что за порядком будут следить 5 тысяч правоохранителей. Центральные улицы перекроют, а пускать митингующих будут через рамки металлодетекторов. Будут задеяны посиленные группы вибухотехников, будут задеяны кинологи для проверки всех мест, автомобилей. Будет проводиться переверка припаркованных, где возможно, закладывание вибуховых пристроек. Если будут какие-то провокативные действия с метою захопления государственных строителей, то мы будем избежать. Программа спровоцировать конфликты с правоохранцами, программа повредить автомобили, другие мейны, граждан. А глава национальной полиции, хотя Деканаидзе сегодня ушла в отставку, по собственному желанию. Деканаидзе пояснила, что выполнила все обещанное. Фундамент для развития новой реформированной службы заложен. Патрульные службы в 32 городах созданы. Переатестация всех сотрудников полиции стартовала. Следователей и даже оперативников теперь выбирают на открытых конкурсах. А вот что ей так и не удалось, так это победить коррупцию в полиции. Почему и кто мешает, она тоже объяснила. Моя функция выполнена и в связи с чем я заявляю о своей отставке. Я не выносила ссор из избы, я государственный человек. Но считаю своим долгом обратиться к политикам и чиновникам на всех уровнях, начиная от народных депутатов, заканчивая самыми высокими кабинетами, с просьбой и даже с требованием. Отказаться от вмешательства в работу национальной полиции. Почистить от коррупции и злоупотребление властью самый большой правоохранительный орган страны. Это гораздо более сложная задача, требующая не одного года работы и требующая жесткой политической воли. Почти сразу после заявления Деканаидзе ее отставку прокомментировал министр внутренних дел. Как всегда на своей странице в фейсбуке он написал, что решение Деканаидзе уважает, благодарит за вклад в реформу МВД и желает ей успехов. Сообщил также, кто пока временно будет исполнять обязанности главы национальной полиции. Это бывший зам Деканаидзе Вадим Троян. Сама Деканаидзе считает, что шеф нацполиции должен избираться на открытом конкурсе. А вот о кандидатуре Трояна, как своего возможного преемника, она отозвалась довольно нелестно. И вот она объяснила даже почему. Избирать новых кандидатов это не моя прерогатива. Но я не вижу, что Вадим Троян это политически независимый человек. Так что я лично, как хатя Деканаидзе, гражданка Украины, не вижу его новой главой. Это мое мнение. С отставкой Деканаидзе умерла последняя надежда на продолжение реформы нацполиции. Это цитата из заявлений активистов Автомайдана, которые они разместили в Фейсбуке. Активисты считают, что глава МВД не только полностью провалил процесс очищения своего ведомства от коррупции, но и всячески способствовал сохранению старой коррупционной системы. Автомайдановцы требуют уволить Арсена Авакова. В противном случае они грозят блокировать главное здание Министерства внутренних дел. А вот в Ривне автомайдановцы уже вышли на акцию протеста. Они выступают против закона проекта о презумпции правоты полицейского и считают, что подобные инициативы ведут к созданию в Украине полицейского государства. Напомню, впервые в МВД заговорили о таком документе в начале осени, когда в Днепре расстреляли правоохранителей. Главный принцип этого закона проекта сначала подчиняйся, потом обжалуют. Сегодня в Ривне молодые люди собрались возле обл. управления полиции с просьбой с собой они принесли шины, но поджигать их не стали, поскольку нынешняя акция, по их словам, предупредительная. Активисты заявили, что если законопроект поступит на рассмотрение в парламент, они сразу же отправятся в Киев митинговать. Хочем поведомить вам про позицию вашего министра. Он не наш, на жаль, он даже ваш. Мы знаем, как идёт реформа полиции, и знаем, что она не завершена, какие люди в ней попали за деньги, и не только. И мы не можем допустить те права, которые он хочет позволить всем полицейским. Будем иметь надею, что пан Аваков все-таки додумается не вводить подобные вещи. Мы выхонавча в ад на сегодняшний день. Выконываем законы, которые принимают. Будьте законы, которые будут приниматься, изначально не будут выконывать. Извиниться за Авакова и Яценюка перед Трампом. Нардеп Сергей Каплин призывает Верховную Раду осудить оскорбительное высказывание ряда украинских политиков в адрес избранного президента США. Об этом говорится в постановлении, которое нардеп подал в парламент. По его словам, игры в фейсбучную дипломатию Авакова и Яценюка не должны стоить Украине взаимоотношений со Штатами. Напомню, еще летом министр Аваков в соцсети назвал Трампа опасным и бесстыдным маргиналом. Но уже после избрания его президентом этот свой пост со страницы удалил. Трамп и его команда. Новый президент США Дональд Трамп решился на первые назначения. Он выбрал главу администрации Белого дома и главного советника по стратегическим вопросам. Новый глава администрации Райнс Прибус, руководитель Национального Республиканского комитета, аппаратчик, который должен наладить отношения Дональда Трампа с коллегами по партии, которые пошатнулись за время гонки. Основным советником стал руководитель его предвыборной кампании, издатель популярного веб-сайта Стивен Беннон, которого пресса назвала самым опасным политтехнологом Америки. Остальные кандидатуры, в том числе и новый государственный секретарь, пока еще не названы. В ночь с воскресенья на понедельник в эфир вышло первое большое интервью Трампа американской телекомпании CBS. Вместе со всей Америкой его смотрел и наш Дмитрий Анопченко. Для своего первого интервью в новом качестве Трамп выбрал вовсе не канал Fox News, который в ходе этой гонки его яростно поддерживал, и не мега популярный CNN, чьи симпатии были на стороне Клинтон, а канал CBS, который в ходе избирательной кампании придерживался нейтральной позиции, и передача которого сейчас с одинаковой вероятностью смотрят и те, кто за Трампа, и те, кто выходит на улицы протестовать. Ведущая, одна из самых популярных на CBS, Лесли Стахл, выбрала комплиментарный тон, как-никак первое официальное интервью, но тем не менее, вопросы задавала острые. Она писала интервью с республиканцем и в ходе кампании, и теперь признается, кандидат Трамп и президент Трамп два разных человека. Ведущая увидела перед собой политика, который говорил взвешенно, обдумывал каждый ответ и каждую формулировку. При этом он отказался идти на компромиссы и извиняться за что бы то ни было, сказанное в ходе кампании, как недостаивала ведущая. Вот послушайте этот диалог. Вы говорили неприятные слова в ходе кампании, ужасные слова. Но ужасные слова говорили и обо мне. Это правда, но и вы делали это тоже, стремясь стать президентом. Вы сожалеете? Вы хотели бы взять свои слова назад? Думаю, большинство из этого было необходимо, чтобы победить. Вы не хотите ни перед кем извиниться? Нет? А перед кем мне извиняться? Не знаю. Может, вы затронули кого-то. Ну так это грубые люди. Я противостоял довольно грубым людям. Они же не дети. Главные вопросы касались вовсе не прошлого, не избирательной гонки, а того, что Трамп теперь намерен предпринять, как новый президент. Он, в частности, сказал, что не откажется от планов выслать из страны нелегалов. Что мы собираемся сделать, так это взять людей, которые являются преступниками, у которых есть судимости, членов банк, торговцев наркотиками. У нас полно таких людей, порядка двух миллионов, наверное, даже три миллиона. Думаю, мы их просто вышлем. Они здесь нелегально. Трамп также подтвердил, что его слова о стене не преувеличение. Ее будут строить. Вы намерены строить стену? На многих участках стена больше всего подходит. Я хорошо в этом разбираюсь, если речь идет о строительстве. Трамп призвал демонстрантов. Те, кто сейчас выходит на улицы, не боятся его прихода. Мол, он намерен вернуть страну, которая была уже практически потеряна, но те, кто голосовал против него, ничего не потеряют. Он сказал, что откажется от президентской зарплаты, это ни много ни мало, под полмиллиона долларов в год, и назначит себе зарплату всего в один доллар. Предупредил, что он против абортов, но не против однополых браков. А еще, отвечая на прямой вопрос ведущей, сказал, что подумает над тем назначателем, специального прокурора для расследования деятельности его соперницы на выборах, Хиллари Клинтон. В кадре он появился со всей семьей, женой, дочерью и сыновьями, за исключением младшего. Близкие говорили, какую роль они намерены теперь играть. В частности, дочь, Иванка, сказала, что будет просто дочерью. И, вопреки всем предсказаниям прессы, не намерена заниматься политикой. Когда запись закончилась, и камеры выключили, ведущая сказала коллегам, что Трамп в этом интервью ее удивил. И предположила, возможно, он теперь удивит и Америку. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Россия пока не налаживала контакты с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Как прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, цитирую, у США есть действующий президент, с которым и работает российская сторона. На вопрос, встречался ли он с Трампом во время командировки в Нью-Йорк, Песков ответил отрицательно. Настоящее ликование относительно победы Трампа в Израиле. Там ждут пересмотра политики Белого дома, которая при Обаме не очень-то устраивала Иерусалим. А премьер-министр Бенемин Нетаньяку уже собирается с визитом в Вашингтон. Подробности узнаем от Сергея Услендера. Безудержный оптимизм и веселье. Вот что излучают израильтяне после известия о том, что Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Политики наперебой поспешили поздравить его с избранием, а простые граждане ждут от него поддержки Израиля в мирном процессе. Сразу вспомнили о довольно старом заявлении Трампа, в котором он обещал перенести посольство США в Иерусалим. Сейчас оно находится в Тель-Авиве. Состоится этот перенос или нет, пока еще большой вопрос. Но Бенемин Нетаньяку, премьер-министр еврейского государства, уже поговорил с Трампом по телефону буквально сразу после объявления результатов выборов и получил от новоизбранного президента приглашение посетить Вашингтон как можно скорее. Дональд Трамп, друг мой, поздравляю Вас с избранием президентом Соединенных Штатов Америки. Вы большой друг Израиля, и на протяжении многих лет Вы выражали свою поддержку постоянно, и мы очень ценим это. Я жду от Вас поддержки в достижении мира и безопасности. Мы будем продолжать укреплять наш уникальный альянс, мы будем работать вместе очень тесно. «Боже, храни Америку, храни Израиль, храни наш союз». Да и сам Трамп, собственно, тоже неоднократно высказывался по поводу Израиля, называя его, например, передовой линией обороны США на Ближнем Востоке. Все это очень сильно контрастирует с политикой Барака Обамы, который на протяжении всего своего президентства оказывал сильнейшее давление на Иерусалим, требуя немедленно заключить мир с палестинцами на любых условиях, то есть практически любой ценой. А от новой американской администрации, здесь ждут совершенно других действий, возможно, даже ревизии ключевых решений Барака Обамы по Ближнему Востоку. Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер», Израиль. Сигнал не послан. Намеченные на эти выходные экстренные переговоры дипломатов Евросоюза, посвященные выборам в Соединенных Штатах, сорвались. Министры иностранных дел должны были обсудить грядущие стратегии сотрудничества с Трампом и решить, чего ждет от США Европа. Почему не получилось тогда и удалось ли все же провести эту встречу, узнаем от Софии Гордиенко. Тревоги и страсти, которые бушевали в Брюсселе на прошлой неделе, уже улеглись. Главы ЕС поздравили Трампа, что, конечно, не помешало Жанну Клоду Юнкеру, который, к слову, никогда не отличался дипломатичностью, сказать, мол, Трамп не совсем понимает, что такое объединенная Европа, по каким принципам здесь все работает, и теперь для него придется проводить ликбез. Правда, беспокоиться начали снова, когда узнали о первых назначениях Трампа. Решили собрать дипломатам ЕС и направить в США сигнал. Но Франция и Великобритания от встречи отказались. Ряд СМИ тут же объявили о расколе в Старой Европе, хотя на самом деле все просто. У Лондона своего мнения пока нет, там просто предложили не паниковать раньше времени. А Жан-Марк Эрро, глава французского МИДа, в это время как раз беседовал с новым генсеком ООН. Министры все равно встретились сегодня утром и объяснились. Очень важно избавиться от предрассудков, касающихся президента и его команды. Нам всем надо подождать и посмотреть, что они привнесут в политику. Борис Джонсон может говорить все, что хочет, но ясно одно, американцы выбрали президента. И так как во время его кампании было сказано немало горячих слов, хотелось, чтобы он многое прояснил. Например, соглашения, касающиеся климата, обороны и совместных акций. Так что в любом случае саммит состоялся. Пусть не экстренный, пусть посвященный не только и не столько США. Главная тема сегодня это оборона и безопасность, а также восточное партнерство, касающееся Украины. А что касается Дональда Трампа, то здесь пока дипломаты обходятся без сигналов, ограничиваются наблюдением. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности, телеканал Интербрюссель. Впрочем, один из европейских политиков с Трампом уже успел пообщаться лично. Об этом мы расскажем чуть позже во второй части программы. Евросоюз обсудит безвиз для Украины уже 17 ноября. Встреча эта состоится на уровне послов ЕС. Об этом на своей странице в Твиттере заявил корреспондент радио «Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвик. Впрочем, будет ли это решение позитивным, журналист не уверен. Ранее украинские дипломаты заявляли, что есть шанс получить безвиз уже в конце этого месяца. Вопрос визовой либерализации будет на обсуждении послов стран ЕС в четверг. И я не уверен, дадут ли они зеленый свет по одной простой причине. Неуверенность о возможности Украины побороть коррупцию. Этот вопрос был поднят в основном Францией и Бельгии. Для дальнейшего продвижения должен быть принят механизм приостановки безвизового режима. В целом, это еще один шаг вперед. Но еще может понадобиться некоторое время на либерализацию визового режима. Надежда на получение безвизового режима с Евросоюзом по-прежнему есть, так заявил Петр Порошенко во время визита в Швецию. Президент еще раз подчеркнул, что процесс тормозят вопросы, которые никак не связаны с Украиной. Но Петр Порошенко надеется, что все спорные моменты будут улажены до саммита ЕС 24 ноября. Я могу заявить абсолютно чутко, что передние договоренности с руководителями стран, членами Евросоюза и с руководством Европейской Ради и Европейской комиссии давали мне все основы для оптимизма что до принятия позиций по безвизовому режиму. На сегодняшний день действительно есть вопросы, которые абсолютно никак не связаны с Украиной. Например, механизм прижимания безвизового режима, так называемый suspension механизм, когда институциональные дискуссии ведутся между Европейской комиссией и Европейской Радой. Завтра Верховная Рада намерена обратиться к Совету Европы, Европарламенту и правительствам стран ЕС. Депутаты будут просить, чтобы Европа все же дала зеленый свет безвизу. Об этом заявила Ирина Герасченко, вице-спикер парламента, добавив при этом, что Киев со своей стороны выполнил все условия и теперь слово за западными партнерами. Украина выполнила все 144 позиции, которые требовали от нас план действий визовой либерализации. Мы работали над этим важным документом больше 7 лет. Это были очень важные дискуссии в парламенте, начиная от блоку антикорупционного. Мы дякуем за эту поддержку, что надается Украине, но мы просим так же быть ответственным партнером, очень четко дотриматься и угодами про ассоциацию, и план действий визовой либерализации, который принят. Российская ФСБ опубликовала видеозапись с якобы признательными показаниями так называемых украинских диверсантов. Напомню, 10 ноября на территории аннексированного полуострова были задержаны Александр Бесарабов и Дмитрий Штыбликов. В распространенном ролике они рассказывают о заданиях, которые якобы получили от Министерства обороны Украины. Сбор разведанной информации о дислокации и организации новых частей Уважаемых сил России на территории Крыма, подбор объектов для совершения диверсий, сбор ответной информации и данных о составе дислокации организационной штатной структуре. В украинском МИДе ранее уже заявляли, что задержание украинцев в Крыму это провокация, а в Совете нацбезопасности расценивают инцидент как информационную ширму, которой прикрывается агрессия в Украине. В Киеве пропал экс-офицер ФСБ Илья Богданов, два года назад перешедший на сторону Украины. Об исчезновении Богданова в столичную полицию заявили его друзья. В последний раз они общались с ним в субботу. С тех пор местонахождение Ильи неизвестно, на связь он не выходит. В полицию открыли уголовное производство по статье умышленное убийство. Огонь по всей линии фронта и в Луганской и в Донецкой областях. Официально один раненый. Под обстрелами бойцы готовятся к зиме и делают все возможное, чтобы как можно легче переносить военные будни. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Под Горловкой за последние сутки вновь слышны выстрелы. Опытные десантники здесь на готове. Пытаются как-то придавить нас. Соответственно, заступая на позиции свои позиции на той стороне, они открывают огонь шквальный из всего вооружения, которое у них есть, пытаясь продавить нас и пытаясь деморализировать наши подразделения. На данный момент это ни к чему не приводит. Все готовы нести свою службу. После нескольких огневых атак противник получил отпор от 45-й бригады штурмовых десантников. Гранатометы. То есть над головой хорошо слышно, когда свистит немножко в землю выжимаешься. В северне от этих позиций бойцы 54-й мехбригады переоборудуют старый кунг. Теперь через неделю здесь могут помыться до 30 бойцов в день. Будет три душевые кабинки, два бойлера и две стиральные машины. Встанет подальшему данный кунг на шасси автомобильное и передастся в один из батальонок бригады. В обустройстве передвижной бани приняли участие волонтеры из Харькова, Житомира и Днепра. Покупаться, постираться, принять душ, привести в порядок форму до сих пор это проблема. И вот мы помогаем 54-й бригаде, которая воюет на Светлодарской дуге, помочь решить вот эту вот проблему. Это помощь от нашей команды 1-го батальона 54-й бригады. Вот этот вот автомобиль, который куплен Дании. Игорь, он будет у вас. До сих пор в действующей армии ощущается недостаток автомобилей. В 54-й бригаде появился новый микроавтобус. Прославившийся в боях под Донецком и на Светлодарской дуге комбат-купол оценивает новое приобретение батальона. С транспортом немножко проблема, потому что транспорт ломается, а запчасти вовремя не привозят. Поэтому мы пытаемся как-то своими силами вылазить. Ну и плюс волонтеры нам помогают. Вылазим как-то с этого. Ну и плюс каждая машина лишнее не будет. Конечно, однозначно. Господи, чай. Договорились. Ночью позиция военных в районе Светлодарской дуги снова под обстрелами. Боевики били из артиллерии калибром выше 100 мм. Геннадий Вивданко, Игорь Сулий, Анатолий Воробей. Подробности телеканала Интер из Луганской и Донецкой областей. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Свет он облажается. Судья Калядных Игорь Зварыч требует восстановить его в должности и компенсировать моральный ущерб. Зима нечаянно нагрянет. Как всегда для местных властей первые последствия снегопада в Украине. Первых пациентов в новом корпусе детской больницы Ахмадет ожидают увидеть уже следующим летом. А вот полностью сдать объект планируют до конца 2018 года. Об этом сегодня заявил премьер Владимир Гройсман во время визита на стройку. По его словам, в этом и в следующем годах из бюджета выделят почти 800 миллионов гривен. Напомню, строить современный корпус по пересадке костного мозга начали еще 5 лет назад, но проект постоянно замораживали из-за проблем с финансированием. Нам еще будет достаточно для того, чтобы завершить строительство 1,6-1,7 миллиарда гривен. Мы можем в 2018 году запланировать и завершить все загальнобудительные работы по всему комплексу. Все другие деньги будут деньги для закупления необходимого медицинского обладания. Известный судья Калядник Игорь Зварыч накануне рождественских праздников планирует вернуться в свое кресло. Эксглава Львовского апелляционного админсуда через суд требует восстановить его в должности и возместить моральный ущерб. Сам Зварыч на звонки не отвечает, но его иск против Верховной Рады уже зарегистрирован во Львовском окружном админсуде. Заседание назначено на 21 ноября. Напомню, бывшего судью задержали в 2008 году за получение взяток на сумму около миллиона гривен. В кабинетах и квартирах судьи, а также его коллег, изъяли миллион долларов и два миллиона гривен. И хотя сам Зварыч утверждал, что часть этих денег к нему в кабинет попали в результате народного засевания, в 2011 его отправили на 10 лет за решетку. В тюрьме экс-судья успел написать три книги, но не досидел. В январе этого года вышел на свободу по закону Савченко. Судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус объявлен в международный розыск. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе антикоррупционного бюро. Напомню, Чауса подозревают в получении взятки 150 тысяч долларов за вынесение приговора в интересах подсудимого. В начале сентября парламент дал добро на арест Чауса и привлечение его к уголовной ответственности, но он, воспользовавшись судейским иммунитетом, сбежал из Украины. Судью объявили в национальный розыск. Позднее антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сообщил о том, что Чаус находится в Крыму. Если его экстрадируют и докажут вину, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. ДТП с участием полицейских. В Харькове сотрудник спецподразделения КОРТ на высокой скорости врезался в столб. Автомобиль сгорел, двое пассажиров погибли. Водитель полицейский возможно был не трезв, но он отказался проходить тест. Все подробности расскажет Светлана Шакера. Ровный участок дороги на улице Академика Павлова. Полночь, под колесами мокрый снег. Водитель Тойоты Хайлендер не справился с управлением и протаранил бетонную опору электропередач. Вот видео, снятое очевидцами. К пылающему джипу спасатели смогли подобраться только после того, как убрали упавшие трамвайные электропровода. Они были под напряжением. Пожар произошел сразу полностью во всем автомобиле. Не только автомобиль горел, но и земля, которая находилась, на которой стоял автомобиль. Потушив огонь, спасатели нашли в багажнике обгоревшее тело женщины. Полицейские объясняют это так. В результате сильного удара девушку-пассажира отбросило туда с заднего сидения. Было очень серьезное столкновение в дорожно-транспортной происшествии, когда Браганмир столкнулся с столбом. Соприкосновение этого человека отбросило именно в багажный день. Погибшие парень и девушка семейная пара. Еще одна пострадавшая жена водителя в реанимации. Как выяснилось, утром за рулем был старший лейтенант полиции, сотрудник спецподразделения КОРД. Погибший мужчина тоже полицейский, служил в том же подразделении. Расследованием ДТП занимается прокуратура. У нас есть передняя информация про то, что от водителя на месте подии был запах алкоголя. Однако водитель отмывался от теста на алкоголь, от сдачи крови на доследование. Поэтому сейчас следователь прокуратуры обратится к суду для того, чтобы примусово взять кровь у водителя. В самой полиции допускают. Водитель ехал со скоростью более 100 км в час. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Но полицейский со следствием не сотрудничает и вообще отрицает, что был в ту ночь за рулем. Уже вечером стало известно, его задержали. Пока на трое суток. Суд дал добро и анализ крови на алкоголь врачи возьмут принудительно. Светлана Шикер, Александр Яновский, подробности телеканал Интер Харьков. На президентских выборах в Молдове победу одержал Игорь Дадон. Его соперница Майя Санду уже заявила, что не согласна с результатами этого голосования. Почему и что сейчас происходит в республике узнаем от Андрея Анастасова. Вот так сегодня выглядит Центр Кишинева. Сотни людей с утра списались в социальных сетях и вышли на акцию протеста в поддержку своего кандидата Майя Санду, которая по официальным предварительным данным проиграла на президентских выборах. По данным Молдавского Центра избиркома, лидер партии социалистов Игорь Дадон опередил проевропейскую Майю Санду на 4%. Но протестующие уверены, выборы прошли нечестно. Например, на каждом 10-м избирательном участке за рубежом прямо во время голосования закончились бюллетени. И власти даже толком не знают, сколько людей хотели проголосовать, но не смогли. Демонстранты требуют перевыборов. Смотрите, сколько людей против Дадона. Он не наш президент, потому что мы его не выбрали. В ЦИКе говорят, 5 дней будут принимать от граждан жалобы, анализировать их, а затем, как того требует законодательство, передадут все материалы в Конституционный суд. Вот уже Конституционный суд в течение 10 дней может высказаться легитимные или нелегитимные выборы в Республике Молдова. Майя Санду между тем отказалась признавать поражение. заявила, а спорит итог голосования. Мы используем все законные рычаги, чтобы разобраться с каждым инцидентом и чтобы потребовать рассмотрения каждой жалобы, потому что каждый голос важен. Мы представим Конституционному суду доказательства нарушений. А вот Игорь Дадон комментариев пока не давал. Ждет объявление окончательных результатов выборов. Иностранные наблюдатели тем временем заявили, в целом голосование соответствует международным стандартам. Но прислушаются ли к такому мнению участники уличных акций. Эксперты считают, протесты вскоре утихнут. Дескать, нет нужного накала страстей и лидеров. Потенциал, был огромный протестный потенциал в Молдове в 2015 году. Он во многом был растрачен впустую. Еще один важный момент воплотит ли Игорь Дадон, став президентом свои предвыборные идеи в жизнь. Он обещал денонсировать соглашение об ассоциации с ЕС, наладить отношения с Россией и добиться федерализации страны. Аналитики говорят, во-первых, у президента Молдовы нет таких полномочий, а во-вторых, это, скорее всего, была лишь агитационная риторика в борьбе за голоса избирателей. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Кишинев. Новым президентом Болгарии стал социалист Румен Радев. По результатам второго тура он набрал почти 60% голосов, в то время как его оппонент не получил и 40%. Новый президент вступит в должность 1 января. Во время предвыборной кампании он обещал наладить отношения с Москвой и выступал за отмену антироссийских санкций. Действующее правительство сразу после оглашения результатов этих выборов заявило об отставке. Мы намерены официально объявить об отставке правительства. Результаты выборов показывают, что большинство людей за социалистическую партию, движение за свободы и права, а также за демократическую силу, за сильную Болгарию. Они могут сформировать новое правительство и остаться у власти еще на два года в этом парламенте. Уехал в командировку как глава МИДа, а вернется как кандидат в президенты. Партии, входящие в правящую коалицию Германии, договорились выдвинуть на этот пост Франка Вальтера Штайнмайера. Насколько высоки шансы дипломата выиграть и кто возглавит МИД вместо него? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Президентские выборы в Германии только в феврале, но имя победителя уже известно, если не случится ничего непредвиденного. Следующим президентом страны станет нынешний министр иностранных дел Франк Вальтер Штайнмайер. Его кандидатуру поддерживают все правящие партии, у которых большинство в федеральном собрании. А это значит, что голосование будет простой формальностью. Кандидатуру Штайнмайера предложила его родная партия социал-демократическая. Христианские демократы долго не соглашались, категорически против была лидер Ангела Меркель. Сегодня канцлер сдалась во многом из-за того, что не смогла предложить лучшую кандидатуру. Она лично перезвонила Штайнмайеру, который днем находился с визитом в Брюсселе и сообщила, так и быть, он идет в президенты. Я работала с Франком Вальтером Штайнмайером как министром иностранных дел с 2005 по 2009 годы. Я знаю его как человека, на которого можно положиться и как политика, который ищет решения. СДКи не скрывали радости. Высказался даже давний друг Штайнмайера, Герхард Шрёдер, который в последнее время крайне редко дает интервью. Без сомнений, это лучшая кандидатура, которую могли выбрать. В нынешние трудные времена с точки зрения внешней политики очень хорошо иметь подкованного и опытного в этой сфере президента. Штайнмайер уже давно завоевал отличную репутацию, особенно сейчас, в кризисные времена, когда он показал стране и Европе, что он делает все для обеспечения мира и безопасности. Политическое будущее Штайнмайера уже определено. А вот кто займет его нынешнее место и станет главным дипломатом Германии, пока непонятно. Для Украины этот вопрос очень важный, учитывая хотя бы ту роль, которую Германия и ее министры иностранных дел играют в нормандском формате. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко, подробности немецкая, бюро телеканала Интер. Третьи сутки в Закарпатии блокированы два пункта пропуска на границах со Словакией и Румынией. Акцию протеста проводят владельцы автомобилей с иностранной регистрацией. Они не хотят каждые пять дней, согласно законодательству, выезжать за границу и требуют увеличить срок пребывания нерастаможенных автомобилей. В прокуратуре возбудили уголовное дело по факту блокирования границы. Но участников акции это не пугает, они не расходятся. У пункта пропуска Ужгород на украинско-словацкой границе обустроили палатку. Водители, которые вынуждены объезжать заблокированные пункты пропуска не поддерживают протестующих, поскольку считают, что те усложняют жизнь обычным людям, а не представителям власти. Скандально известную грибовицкую свалку закрыли. Коммунальному предприятию, которое обслуживало полигон, запрещено свозить туда отходы. Это решение Львовского окружного админсуда, поскольку свалку эксплуатировали неправильно и с нарушением ряда норм. Напомню, в мае этого года на грибовицкой свалке вспыхнул пожар. Во время тушения обвалился мусор, в результате чего погибли три спасателя и один работник коммунальной службы. В служебной халатности, которая и привела к гибели людей, прокуратура обвинила четырех человек, в том числе руководителя департамента ЖКХ Львовского горсовета Юрия Голица. До суда он остается на свободе. Теперь, по решению суда, горсовет должен проконтролировать, чтобы вывоз мусора на полигон не возобновился. Департамент Голицын, по эксплуатации сміттезвалища, в том числе по вывезению до детвертих побудових отходов. В связи с чисельными и систематическими порушениями требований экологического и санитарного законодательства, которые уже продолжают уже годами. Я бы хотела получать на руки полный решение судов и его детально проанализировать, для того, чтобы повести безусловно особям, которые занимаются, куруют питание сміттезвалища. Засыпало не на шутку. Сильнейшие снегопады в середине ноября опять стали неожиданностью и испытанием для коммунальщиков. На дорогах сразу нескольких областей настоящий транспортный коллапс. О том, что принес первый снег украинцам, расскажут мои коллеги. Десятки обесточенных населенных пунктов, упавшие деревья и столбы Буковина постепенно приходит в себя после обильного снегопада. Коммунальщики работают в авральном режиме. На нерасчищенных трассах в снежных заносах застряли десятки автомобилей. А в Черновцах многие машины оказались заблокированными из-за поваленных метелью деревьев. Пало дерево на машину была приборкована без рятувальников. Ну а как бы я сам это дерево нигде не прибрал. В автомобилях, которые были отбуксированы, перебывало 134 люди. Кроме того, в северной части области были действованы заходы по откачиванию воды на объектах жития и инфраструктуры. На Прикарпатии снег сегодня уже не идет, но ситуация на дорогах сложная. Без электричества остаются 30 сел. Мы имеем практически отновленный проезд по основных маэстральных дорогах. Сейчас работаем над тем, чтобы отновить допомяженные, которые соединяют с населенными пунктами дороги. Силы на исходе, но работа кипит. Коммунальщики Ивана Франковска работают, не покладая рук. Но многие улицы до сих пор не убраны. Сейчас мы не можем организовать машины, механизмы, где все, ахай вручную все работят. Нигде нет приборного. Настоящий транспортный коллапс произошел во Львове. Утром очередь на маршрутке растянулась на несколько километров, а на 4 городских маршрута автобусы так и не вышли. Отказывались везти пассажиров и водителей такси. Почислили так, что, знаете, там какому-то далекому селе. То есть, прошлися раз и больше ничего не делали. Понимаете? И сейчас одной машины не видно. Я штухала. Пришлось. Не обошлось и без курьезов. Недалеко от города Сколе водитель снегоуборочной машины попытался убежать от патрульных после того, как нарушил правила. Нарушителя догнали только через 15 километров. Когда задержали, оказалось, водитель пьян. Видимо, пригубил, чтобы веселее было бороться с последствиями стихии. Наталья Савченко, Ольга Паломарюк, Жанна Дудчак, Галина Якушко, подробности телеканал Интер. Новость о разводе Клинтонов оказалась фейком. Информация о вероятном разрыве пары появилась в интернете вскоре после президентских выборов в США со ссылкой на американское издание Кристиан Таймс. В статье даже назвали вероятную причину этого развода непримиримые разногласия. И уточнили, что пара договорилась о раздельном проживании и якобы обсуждает раздел имущества. Несмотря на то, что тему разводов в последнее время раздували в интернете, Клинтоны ничего не комментировали по этому поводу. Все сделала пресса, которая так и не нашла никаких доказательств. А к бывшему сопернику Хиллари Клинтон Трампу нанес визит европейский политик. Так, кто же ходит в гости раньше всех? Узнаем от нашего британского корреспондента Оксаны Кундеренко. Первый пошел. Первый европейский чиновник, активный, эпатажный, правда, не самый значимый, который лично встретился с Дональдом Трампом после избрания, это Найджел Фарадж, ультраправого лидера партии независимости Великобритании, заметили в башне Трампа в Нью-Йорке. Давайте будем честными, очень многие люди в правительстве консерваторов были грубыми по отношению к мистеру Трампу во время кампании. Теперь пришло время сгладить углы и навести мосты. В золотых интерьерах с широкими улыбками они общались целый час. Говорили о будущем торговом соглашении между США и Британией, которая покидает Евросоюз, об отношениях с Терезой Мэй и ее кабинетом министров, которому у Трампа цитирую, есть вопросы. Удивительно, что ответы на них искал без пяти минут пенсионер Фарадж, который даже не депутат здесь в Лондоне, только в Европарламенте. Его партия Юкип выбирает нового лидера, а сам Найджел, видимо, жаждет новой роли, посредника между Великобританией и США. Если я могу быть чем-то полезен британскому правительству, я с радостью помогу. Так что, если кто-то на Даунинг-стрит отзывался обо мне в негативном ключе, это было немного недальновидно. Сторонник Брекзита Фарадж открыто поддерживал Трампа во время предвыборной гонки, в то время как остальные британские политики высказывались плохо. Когда он говорит, что в Лондоне есть районы, куда даже полицейские боятся ходить, это какое-то одурманенное невежество. Как же изменились времена? Дом министров-консерваторов стал гораздо сдержаннее, да и риторика Трампа тоже. Он вдруг пригласил премьера Терезу Мэй посетить Вашингтон, а еще пообещал вернуть в овальный кабинет бюст Уинстона Черчилля, который убрал Обама. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин подробности Британское бюро телеканала Интер. Джулиана Асанжа допросили в посольстве Эквадора в Великобритании. Основатель Викиликс впервые дал показания по делу об изнасиловании. Допрос ведет прокурор из Эквадора в присутствии прокурора из Швеции. Ингрид Изгрин, она специально прибыла для этого в британскую столицу. Общаться с Асанжем силовики будут три дня, а само дело расследуют с 2010 года. И напомню, две женщины в Швеции заявили о сексуальных притязанте. Асанжа в 2012 году британские власти распорядились выдать журналиста шведским властям, и с тех пор он скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. У этого здания круглосуточно дежурит полиция. Зачем пингвинам подземный переход? Что такое суперлуна и как фольга помогает бороться со шпионами? Об этом и не только в нашем обзоре. 30 тысяч евро штрафа заплатит женщина Виталий за отказ снять никап в общественном месте. Женщина пришла на заседание молодежного совета города, чтобы посмотреть на выступление сына. Мэр городка попросил гостю либо покинуть здание, либо снять никап. Да отказалась и полицейским пришлось составить протокол. Сначала ее приговорили к 4 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро. После того, как вердикта протестовали адвокаты, тюремный срок отменили, а вот сумму штрафа увеличили. Северная Корея будет защищаться от иностранных спутников-шпионов с помощью алюминиевой фольги. Из нее будут делать специальные маскировочные сетки. Власти КНДР уже объявили кампанию по сбору фольги среди населения. Так называемую металлическую бумагу для армии ищут даже дети. Собирают на улицах выброшенные пачки от сигарет. Там ведь тоже есть фольга. Через Атлантический океан вплавь отправился британец Бен Хупер. Если все получится, он станет первым человеком, кому удастся преодолеть Атлантику. Своё путешествие длиной в 3000 километров. Хупер начал из гавани Дакара в Сенегале, а финишировать собирается в бразильском городе Натал. Сопровождать экстремалы будут два судна с Две ночи подряд люди во всем мире наблюдают за аномально большой луной. Впервые почти за полвека. Сама она, конечно же, не меняется, однако из-за необычной близости к Земле будет казаться значительно ярче и больше. Суперлуну уже видели в Австралии, Испании и других странах мира. В следующий раз так близко от Земли спутник пройдет только через 18 лет. В Таиланде любование суперлуной совпало с празднованием фестиваля Лой Кротонг. Жители Королевства выходят к морю и запускают так называемые кротонги корабли счастья. Тайцы верят, что огненные фонарики уносят все разочарования, невзгоды и печали. Поэтому и запустили в небо тысячи кротонг. Подземный переход для пингвинов соорудили в Новой Зеландии. Труба ведет к океану и должна обезопасить птиц от автомобильных колес. Каждое утро малые пингвины отправляются на побережье, проводят там весь день, а вечером возвращаются обратно в гнезда. Вид пингвинов, обитающих в Австралии, самый низкорослый в мире, не выше 40 сантиметров. Наш сайт подробностей ЮЭй и информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова